Итак, мы с вами уже обсудили довольно много вопросов, но сегодня будем говорить на одну из, пожалуй, самых важных тем — благовестие и ученичество. Если вы основатели первопроходцы, вас это касается прежде всего, или занимаетесь организацией дочерней церкви, вы непременно будете благовестовать. Это служение будет одним из самых приоритетных, ведь основать общину не значит собрать ее из членов других церквей. Нам предписано расширять царство, нам предписано нести Евангелие людям, нам предписано созидать общины царства как светильники Христовы в этом мире. Все это невозможно без благовестия и ученичества, которые неразрывно связаны между собой. Под благовестием мы будем понимать возвещение Евангелия с тем, чтобы люди, услышав Его, уверовали в Иисуса Христа, доверили Ему свою жизнь. Цель же ученичества — это постепенное возрастание в отношениях со Христом, стремление к истинному следованию за Ним, исполнению Его заповедей, уподоблению Ему и преображению под действием силы Святого Духа. Все это входит в понятие ученичества. По сути, ученичество — это процесс длиною в жизнь. Наверняка у вас есть отдельные курсы, в частности, по благовестию, поэтому на исчерпывающую информацию по данной теме мы не претендуем. Мы коснемся благовестия лишь в той мере, в какой оно связано с основанием церквей. Иногда церковь изолирует себя от мира, как показано вот на этом рисунке. Христиане предпочитают жить где-нибудь на острове и вариться в собственной субкультуре, тогда как мир, которым они пытаются благовествовать, находится за тридевять земель на другом острове, отдаленном от церкви бушующими водами. Как же установить с ним связь? Как перебросить мост? Особенно в тех уголках мира, где большая часть населения исповедует иную религию, придерживается совершенно иных ценностей, не имеет ни малейшего представления о сути христианской веры и воспринимает христиан как людей в высшей степени странных, живущих в собственном труднопостижимом мире. У них совсем другое мировоззрение, какой-то особенный язык, на котором они общаются между собой в церкви. Да и общаются они, кстати, как-то иначе. Можно ли вообще как-то соединить эти два почти противоположных мира? Подчас благовестие кажется нам чем-то вроде вылазки. Церковь видится крепостью, призванной охранять безопасность ее обитателей христиан от угроз внешнего мира. Эдакий бастион. И все же периодически мы опускаем мост и отправляем своих духовных воинов на военную операцию в опасную зону в надежде на то, что они вернутся с теми, пусть немногими, кто принял провозглашаемое ими учение и пожелал присоединиться к жителям крепости. Итак, поход завершен, воины прибыли, мост поднят, и крепость снова неприступна. Не знаю, может быть, ваше общение подход другой, но так благовестие себе представляет немало христиан. Для них это вылазка в мир, нацеленная на приобретение адептов и благополучное возвращение в родные пенаты. Называя своих учеников солью земли и светом мира, Христос подразумевал, что соль не должна оставаться в солонке, иначе какой от нее прок. Также свечу не ставят под сосудом, говорил Иисус. «Ибо кто тогда увидит свет?» Христос говорит, чтобы, видя ваши добрые дела, люди прославляли Отца Вашего Небесного. Вот почему христиане призваны, с одной стороны, быть солью и светом, и этим отличаться от мира, но, с другой стороны, отличаться правильно. Не особой одеждой, особой речью, или воздержанием от того, что нравится миру, а способностью хранить и отражать в себе Иисуса Христа. Вот что должно отличать нас в первую очередь. Но это возможно только при условии, что соль и свет не останутся в солонке и под сосудом. Благовестие подразумевает общение с теми, кому мы внесем Евангелие для того, чтобы не только показать Его истинность и достоверность, но и открыть людям Его красоту. Кто-то когда-то сказал так, «Если вам неприятен мотив песни, вряд ли вас заинтересуют и ее слова». Так вот, христианская жизнь во всех своих проявлениях, в общении с окружающими, в добром отношении к людям, в готовности прощать, это как раз и есть мелодия Евангелия. И только ее благозвучие рождает интерес к тексту, к словам, к содержанию Благой Вести. Поэтому взаимоотношения с людьми, которым мы несем Благую Весть, есть первое и главное условие продуктивного благовестия. И здесь важно не попасться в ловушки, одна из которых — восприятие людей исключительно как объектов благовестия, как будто они просто мишени, не требующие ни заботы, ни внимания, ни уважения. Люди — не объекты. Не стоит целиться по ним в попытках пронзить их Евангелие. Благовестие — это не способ численного приумножения церкви ради расширения перечня служений и достижения финансовой самостоятельности. Благовестие — это проявление любви к людям, общение с ними, подобно тому, как это делал Христос. А общался он с народом по-разному. С женщиной, взятой в прелюбодеянии, в одном ключе, с молодым богатым юношей, в другом. По его примеру, и нам, христианам, следует рассказывать Евангелие, опираясь на опыт знакомства, опыт общения с нашим собеседником, учитывая его потребности, чаяния, переживания. Следующая призма, искажающая наше представление о благовестии, это ориентация на события, на сам момент обращения человека к Богу. Другими словами, если в конце концов он произнес молитву грешника, благовестнические усилия можно считать ненапрасными. Наш подопечный пересек финишную линию, уверовал во Христа и стал христианином. Все это, разумеется, важно, и сам Христос говорит, что никто не может войти в Царство Божие, не родившись свыше. Я убежден, что в жизни любого христианина был этот момент, момент обращения к Богу, перехода от тьмы к свету, от смерти к жизни. Именно так это описывает Библия. Но речь сейчас не об этом. Просто обращение как таковое не происходит в одночасье. Более того, мгновенный отклик на только что услышанное Евангелие в виде покаянной молитвы это скорее исключение, чем правило. Для большинства обретение веры это путь. Более наглядно этот процесс иногда изображают так. Порой человек может быть весьма далек от веры и даже враждебен по отношению к христианам. Откровенно недолюбливать их, считая лицемерами, предателями, родной культуры, религии своего народа. Вот такое неприятие, которое, вероятно, соответствует уровню минус пять. Самое, что ни на есть, отрицательная оценка. Но проходит время, и отношения немного меняются. А может, не такие они уж и ужасные, эти христиане? Во всяком случае, те из них, с кем нам довелось общаться, оказались добрыми и милыми людьми. Так возникает интерес к Евангелию. В чем оно? Во что верят христиане? Постепенно человек движется в направлении со знаком «плюс», достигает уровня, который мы обозначим в минус два, и начинает проявлять стойкий интерес к христианской вере. Что делает христиан такими особенными? На чем основаны их убеждения? Кто такой Иисус? А потом, в какой-то момент, наш знакомый задается вопросом, «А может, и мне стоит доверить свою жизнь Христу?» «Может, Библия действительно открывает нам истину?» «Может, путь веры – это и мой путь?» «Потому что я грешник, нуждающийся в прощении?» «Может, Христос – это и мой Спаситель, Господь?» Такой момент, момент покаяния, момент обращения человека к Богу, мы обозначим к нулем. Это поворотный пункт – духовное возрождение, начало следования за Богом. Человек рождается свыше, и во Христе становится новой тварью. Как часто мы забываем, что этому событию предшествует целый путь. Нередко христиане рапортуют. «Я рассказал ему Евангелие, и он тут же обратился ко Христу в молитве покаяния и веры». И мы думаем, вот это благовестник. У меня такого никогда не было. Должно быть, у того другого есть настоящий дар. Возможно, дары есть, однако не стоит думать, что обращение его знакомого ко Христу произошло в одночасье. Скорее всего, он или кто-то еще с ним долго беседовал, долго о нем молился, возможно, даже не один, проявлял к нему доброту и участие, разъяснял ему Евангелие, отвечал на его вопросы, рекомендовал христианскую литературу, пока, наконец, этот человек не пришел к осознанию своей нужды в Спасителе. Понимаете? И этот путь мог быть долгим, месяц, месяца, а то и годы. Одно из исследований, проведенных на Тайване, показало, что новообращенные христиане, которые продолжили свой путь со Христом, начали возрастать в вере, являть ее плоды, те, кто приобщился к церкви и стал активным служителем, в среднем проделал двухлетний путь отсюда до сюда. Другими словами, процесс принятия решения был довольно долгим, поэтому и сделанный выбор был продуманным, основательным и поворотным в жизни. Ведь импульсивные решения далеко не всегда бывают обоснованными и взвешенными, хотя и здесь есть исключения. Когда человек решает посвятить свою жизнь Христу в ответ на призыв к покаянию, он начинает либо возрастать в вере, либо погружаться в сомнения. При этом ничего страшного, в сомнениях нет, это нормально. А правильно ли я поступаю? А действительно ли Христос Бог? Не в восторге от принятого решения могут оказаться родные и близкие человека, да и просто знакомые. Он сталкивается с неприятием. Это результат духовной брани, происки лукавого. В итоге в голове начинает рождаться смута. А может, я ошибся? И вот по этой самой причине я не устаю повторять, что благовестие малопродуктивное без дальнейшего ученичества. К благовестию мы преимущественно относим вот это, а к работе с новообращенными к ученичеству вот это. Данный этап сродни беременности, вот это момент рождения. Только представьте себе, мать рождает ребенка, искренне радуется его появлению на свет, а потом оставляет его и готова приступить к повторению процесса. Как вам? Да никак. Младенцу нужны уход и забота. Он хрупкий, беззащитный и самостоятельно просто не выживет. Его надо кормить, за ним надо ухаживать. То же самое касается и младенца во Христе. Потребность в его духовном питании и попечении появляется сразу же после покаяния. Организаторы крупных евангелизаций это порой не учитывают. Усилия направлены вот сюда. Наверняка на такие мероприятия, вспомните, например, выступление Билли Грэма, приходят и подготовленные люди, те, кто размышлял о Боге, о ком молились, кто созрел для принятия решения. Но возникает вопрос, а что потом? Кто обеспечит новообращенным дальнейшую духовную заботу? И здесь возникает опасность, сосредоточившись на самом моменте покаяния, пренебречь тем, что ему должно предшествовать, и тем, что за ним должно последовать. Нередко мы рассуждаем так. Покаялся? Теперь ходи в церковь, и у тебя все будет хорошо. А между тем, у человека уйма вопросов, жизненных трудностей, непонятных моментов, как читать Библию, как молиться. Конечно, в церкви кое-что из этого прояснится, однако это капля в море по сравнению с целенаправленным обучением азам христианской жизни. И в плане изучения Писания, и в ежедневном выражении доверия Богу, и в навыке молитвы, в умении противостоять искушениям и отвечать на неприятия со стороны родных и близких. Все это необходимо для нормального духовного роста. Главная цель не в том, чтобы человек просто остался в церкви, а в том, чтобы он рос и развивался как христианин, становился подлинным служителем, солью, светом и свидетелем Христовым, инструментом его божественного действия, чтобы углублял свои отношения с Богом и веру в Него. Учитывая все это, благовестие и ученичество разумнее рассматривать скорее как процесс. Немного позже я подробнее расскажу вам о своем опыте в этом служении в основанных нами общинах, опыте, базирующемся на описанном подходе. Собственно, вся структура церкви была сформирована таким образом, чтобы помогать людям шаг за шагом двигаться вперед, проходя все необходимые этапы. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ну что же, у нас вопрос. Пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Мы говорили о поэтапном движении человека к Богу. В какой-то момент происходит обращение человека. В Библии это событие называется рождением свыше. При этом, не родившись свыше, в Царство Небесное попасть невозможно. Но как установить, когда наступил этот момент? Как руководству церкви определить, действительно ли человек возрожден? Спасибо. Хороший вопрос. Выражаясь иначе, как понять, когда в жизни человека произошло рождение свыше? Для кого-то покаяние стало очевидным поворотным пунктом. Человек услышал обращенный к себе голос Божий, впустил Христа в свое сердце и с тех пор зажил совершенно иначе. Но так происходит далеко не со всеми. Человек может сказать что-то вроде «Иисус, помоги мне». Что тогда считать обращением этот момент или последующее более глубокое осознание своей греховности и жертвы Иисуса Христа? Мне представляется, что мы, люди, порой знать этого не можем. Сердце видит только Бог. Для нас же вопрос в другом. Продолжает ли человек свое духовное восхождение? Возрастает ли он в своих взаимоотношениях со Христом? Иначе говоря, сам момент возрождения человека может быть мне и неизвестен. Можно произнести молитву покаяния, но при этом не вполне понимать Евангелие и не вполне доверять Богу. Но Бог все слышит и знает и продолжает совершать свой труд в сердце человека, пока тот всецело не доверится ему. И тогда эта вера найдет свое внешнее выражение. По плодам их узнаете их. Иисус говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Поэтому видимые плоды преображенной жизни значение имеют. И пусть сам момент покаяния будет нам неизвестен, где и когда он наступил, главное постараться увидеть его плоды. С точки зрения церковной жизни более актуальны скорее такие вопросы, как «Когда крестить новообращенного?» Вскоре после покаяния или же по прошествии какого-то времени, после определенной подготовки и после того, как новообращенный продемонстрирует какую-то динамику духовной жизни. Подходы и мнения здесь предлагаются разные. В Новом Завете водное крещение следовало сразу же за покаянием. Но самое главное — быть рядом с теми, кто уверовал, и способствовать их духовному росту. Таким образом, акцента на самом моменте возрождения человека я бы не стал. При этом, конечно же, есть те, для кого обращение ко Христу было довольно быстрым и ярким. Подобные примеры описывает и Библия. Тюремный страж в Филиппах, вероятнее всего, римлянин, язычник, не имеющий еврейских корней и не знакомый с Писанием. Вспомните его обращение. И все-таки он скорее исключение, чем правило. Для большинства встреча со Христом предшествует определенный путь — духовное искание. Безусловно, говорить об этом можно долго и подробно, но это уже предметная область благовестия. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.